Всем привет, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с довольно необычным рейтингом. Называется он «11 лучших мест для путешествий по Украине». Скажу сразу, что составил его не я, а когда мы посетим все города и места Украины, то, я думаю, можно будет составить такой же рейтинг и нам. Но, судя по всему, посетить все города и места Украины уже удалось компании CNN, которая и составила этот любопытный со всех точек зрения топ. Представляю его вам, конечно же, с личными комментариями по поводу каждого пункта. Поехали! Безусловно, в Каменце находится одна из самых впечатляющих достопримечательностей Украины, потому что старый город – это нечто. Но, пометуя о нашем визите в Каменец-Подольске, могу сказать, что нечто – это и состояние этого самого старого города, на которое здесь скидка явно не делалась. Но если брать количественно, а не качественно, то Каменец-Подольский, конечно же, заслуживает высокого места, возможно, даже более высокого, чем 11-е. Вот здесь, если честно, я не согласен. Ужгородский замок уныл, дороги ужасные, достопримечательностей, кроме замка, в городе не то чтобы много. В городе, конечно, отличная набережная, интересная атмосфера, вот такие маленькие памятнички, которые создают настроение города. Но утверждать, что Ужгород лучше, чем Каменец-Подольский, я бы не стал. Довольно странно видеть Одессу на девятом месте. Конечно, город прилично подубит, это абсолютный факт, и когда мы будем в Одессе в следующий раз, мы снимем для вас подробный обзор этого города со всеми плюсами и минусами, как мы умеем, но все-таки девятое место, мне кажется, это явный перебор. Видимо, американцы знают что-то больше нас. Чернигов хорош, он нам понравился в наш первый визит, и, судя по вашим комментариям, город постоянно развивается, в нем что-то делается, это отлично. Недавно нам написали, что в городе был отреставрирован центральный парк города и аллея, ведущая к Екатеринскому собору. И вообще, горожане, судя по всему, довольны теми изменениями, которые происходят в Чернигове. Это круто, и тем интереснее будет приехать к вам снова. По количеству достопримечательностей, правда, я бы не ставил Чернигов выше Одессы, но вот такой рейтинг, какой есть, повторюсь, не мы его составляли. Что можно сказать про Харьков, так это то, что город очень ухоженный, и мне кажется, что он вполне может претендовать на победу не только в каком-то нашем сезоне отдельном, но и в целом во всем нашем проекте. Это будет понятно после нашего следующего визита в этот город. А если вы вдруг не видели первый наш визит, а он уже был довольно давно, то здесь где-то вот сейчас тут наверху ссылочка вылезет, посмотрите. Мне кажется, что этот рейтинг составлялся по принципу лишь бы не как у всех, потому что в любом стандартном, так скажем, рейтинге сложно представить, чтобы Переяслав-Хмельницкий был на поступе к пятерке лидеров. Мы, конечно, в этом городе пока еще не были, но информацию по нему я уже изучал, и, как мне кажется, достопримечательностей там довольно маловато. Музеев, конечно, да, много, но является ли музей таким магнитом для туристов, чтобы ставить этот город выше Одессы или Харькова, но это такой вопрос. Напишите в комментариях вообще, насколько вы согласны с этим рейтингом. Мукачево – это наша с любой любовь. Но даже если оценивать этот город непредвзято, то я думаю, что все, кто был в Мукачево, согласятся, что шикарная атмосфера, дешевые заведения, отличная экология, наконец, замок Паланок – это, конечно, маст-визит. Опять же, сложно оценивать город в конкуренции с признанными туристическими гигантами Украины, но все же в соотношении количества достопримечательностей на размеры города, я думаю, что Мукачево вполне себе в неплохом положении. Но в таком случае довольно странно, почему в этом рейтинге, забегая вперед, скажу, нет города Еремчи, потому что он тоже маленький и там тоже полно достопримечательностей. Или американцы о нем не знают? Нежданчик, но столица Украины оказалась за пределами первой тройки. Я вообще этого не могу понять, тем более, что на нашем канале мы Киеву посвятили аж три серии и при этом осветили еще не все достопримечательности. Видимо, составители рейтинга действительно решили идти от противного. Мне кажется, как туристическая мека Киев в этом рейтинге мог бы быть и повыше. Тем интереснее третье место. Третье место занял даже не город, а парк. Софиевка, конечно, крутая. Это любимый многими украинцами парк. Многие приезжают в Умань только ради него. И видео об этом парке есть на нашем канале. Но говорить о том, что он круче Киева и Одессы, это ну такое. Оригинальный подход. Черновцы, хоть и довольно неожиданно видеть на втором месте, тем не менее, это город, по которому хочется гулять. Когда гуляешь по Черновцам, даже не обращаешь внимания на дороги, честное слово. А дороги там, как мы знаем, не очень хорошие. Реально крутой город, один из наших любимчиков, но вот достопримечательностей там, ну не так уж и много. Поэтому со вторым местом при всей нашей любви к Черновцам я все же не совсем согласен. А вот тут уже никаких неожиданностей. Если вы знаете город круче Львова в туристическом плане, да не знаете вы город круче Львова в туристическом плане. Безусловно, это город, который нужно увидеть. И не раз. И мы в рамках своего проекта, надеюсь, еще не раз это сделаем. А чтобы не пропустить это, подписывайтесь на мой канал. И, конечно, ставьте лайков к этому ролику. Вам не сложно, а мне приятно. До связи. Пока. Продолжение следует...